Надо вернуться к этому. У нас, ну, 46-й год, вы, может быть, не помните, потому что вас не было на сейсе. Вот. Тяжелое положение было с питанием. И мы вот батарея, которая стояла на окраине всех степей горького, комбат, мы ходили сюда вниз, к Волге на Аку, разружать баржи. Вот 10 человек посылает разружать баржи. А баржи с чем приходили? Капустой, с картошкой, с овощами уже морожеными. Мы после разрузки мешки надевали и несли для остальных туда на батарею пищевец. А что ты уходишь? Они придут еще, ребята? Нет уже. Ну, понятно. Уже пол-третьего. А, ну, ладно. Вот. И поэтому вот этот тяжелый период, я вам хочу сказать, что пища была не из богатых. На завтрак солянка с этой мороженной капустой, кусочек трески, тоже на первое щи, на второе обратно треска. В общем, это было тяжелое время, которое просто мне тяжело о нем рассказывать. Но это было тяжелое время. И не только там у нашей батареи. Это было общее во всех армейских частях. Потому что сосед с соседней батареей, а соседняя батарея это 15 километров от нас там под Ворком. Мы держали связь. Для какой цели? Воды не было же тогда водопроводов. Мы воду возили. У них была машина Chevrolet. И вот два раза в неделю они нам давали эту машину, чтобы мы могли для себя завести на батарею воду, с которой готовили пищу. На умывание шла вода. И иногда даже на стирку своего модирования. А посоветуйте что-нибудь с молодежи. Вы знаете, я вот... Дима, Дима его помню, или как? Кто? Да, Дима. Вот. Я очень, очень и очень хочу. У нас молодежь золотая сейчас. Молодежь золотая. А если бы не было вот всякой волокиты, вот всякой непонятной, которой преподносит молодежь, конечно, жизнь была бы другая. Я хочу, чтобы наша молодежь брала и смелее бразды в свои руки. Это аксиома. Это то, что нужно для страны. И не для меня, не для вас. А для будущего уже вам нужно считать для будущего поколения. Но чтобы этой вот страной, этим всем окружающим, чтобы командовала наша молодежь. Именно молодежь. Я жду от молодежи очень много. Я верю, что молодежь... Вот у меня внук, сейчас уже пошел работать в Канаде, отучился в Америке. Вот. И сейчас переехал, занимался морскими грузоперевозками. Такой закончил учебу. Ну как, шапочку-квадратную его давали. Он приезжал, я говорю, давай сфотографируемся. Он говорит, дедуль, это тебе не надо. Так вот я хочу сказать, чтобы таких вот умных... Он у меня владеет языками, конечно, все. Вот хочу, чтобы в руки бразды управления в нашей стране... Чтобы не... Ну... Можно, например, вот вы дома смотрите, наверное, правильно? Когда они заседают. Вы видите, что там от 10 до ивов сидят, правильно? Ну что они... И вы видите снова по телевизору, что одного генерала посадили, одного депутата посадили, этот украл миллион, этот украл 30 миллионов, 20 миллионов. Вы когда-нибудь слышали, чтобы наше, вот мое поколение, чтобы какие-то миллионы... Мы их никогда в глаза, во-первых, не видели, миллионы. А потом мы все время старались, за что били? За то, чтобы жилось нашим людям, чтобы жилось хорошо. В общем, чтобы жилось хорошо. Поэтому я верю и знаю, что молодежь сейчас не нужна... Ну, не надо обращать внимания на единичный случай, что где-то кто-то наркотик употребил. Ну, все это есть. Но это не основное. Это не основное. Основное – бразды управления государством. Бразды управления ситуациями, которые есть вокруг нас. Вот. Если вы возьмете бразды в свое управление, я уверен, что я на тот свет уйду с почестью, с песнями. Буду до конца верен. Спасибо.